Итоги недели Был вопрос Марии Армас Про Кому адресован этот фильм Я его задала еще потому, что Стоит вопрос, сколько слива Вот та информация, про которую рассказывает Навальный, о том, как устроен дворец Наверняка это кто-то должен был слить Кто об этом знал А следовательно, есть какой-то раскол в элите Это в том числе обращение к Ближайшему окружению, к самому Путину Ребята за вами смотрят Вы не думайте, что вы даже в туалете Наедине с Ёршиком Сами с собой нет У нас в туалете есть глаз Поменяли всех рабочих, кстати, на иностранцев Камера прямо в унитазе Расположена, смотрят Сейчас будут искать предателя А он не один наверняка Кого-то найдут, кого-то не найдут Это адресовано элитам Которым тоже говорят Ребят, если вы думаете, что Все тишком, нет, тишком не получится Вот на экране на большом увидите На большом экране увидите свои собственные приключения Имейте это в виду Это адресовано к людям К широким массам В последнюю очередь К старшему поколению Потому что есть такое понятие Денаизм Это слово Туденай Вот английского глагола Значающего Отрицание Когда человек Отрицает Любые факты Которые не совпадают С его позицией Не принимает их Как правило Это люди в возрасте С вашего позволения Сразу сообщение Моей мамулечке Здравствуйте Моей мамулечке 79 лет Будет в этом году Практически молиться На Путина Стоит ли ей показать Фильм о дворце Я искренне хочу это сделать Татьяна из Иванова Ну Татьяна Покажите Ну только Не спорьте с мамой Не убеждайте ее Просто покажите Пусть мама думает Сама и сама решает Вот Я думаю Что это Скорее всего Не произведет Впечатление То есть это Все равно Утонет В общем расположении Нет нет Ничего не хочу знать Да Разумеется Все Но что касается Молодежи Вот здесь другое Конечно Сейчас Пограничная линия Просто Граница проведена Межпоколенческая Молодежь Не хочет Во-первых Вся сплошняком С высшим образованием Или намеренно Его получителя получает Совершенно По другому настроению Мозги Совершенно другое отношение К прошлому К Советскому Союзу Оно может быть Ностальгическим Но они его не знают Реально Да Поэтому совершенно другое Привычка к свободе Желание Желание Самоутвердиться в жизни Гораздо больше Самостоятельность мышления И Конечно Эти люди Они Независимо от того Выйдут они завтра Или не выйдут Это Так сказать Здесь я не буду Никому ничего Рекомендовать Это дело Так сказать Совести Здравого смысла Каждого Я думаю Что здесь Молодым людям Нужно советоваться С родителями Потому что здесь Нужно помнить Обо всех Оставляющих И о необходимости Выразить Свою гражданскую позицию И необходимость Сохранить Свою жизнь Своё будущее Здесь много Много факторов Все нужно взвешивать Причем принимать Такое ответственное решение Но что Настроение у них Сохранится Независимо от выхода Или не выхода завтра Настроение у них будет Однозначное Однозначное Это несомненно Ну То есть Фактически Я много думал об этом Завтра не кончается жизнь Не кончается политика Не кончается Я вот много об этом думал То есть Фактически Путин Классический Телепрезидент Контролируешь Телевизор Контролируешь Останкинскую башню Основные каналы Распространения информации Контролируешь ситуацию Но Фактически Мы же говорим о том Что уничтожено Поставлена точка В монополии Телевидения На информацию Вот окончательно Она поставлена Объективно Независимо от Навального Или не Навального Она объективно Поставлена самим фактом просто человеческого развития. Развития цивилизации. Интернет, все, интернет постепенно побеждает телевидение, поглощает его. Телевидение, может быть, станет чаще интернета, неважно. Факт в том, что теперь необязательно смотреть, так сказать, ежедневные или еженедельные программы для того, чтобы быть в курсе событий. Удивительно, что обладая такими ресурсами, колоссальными финансами, да и, в общем-то, и людскими, власть так неумело уже довольно давно ведет себя в сети. Власть очень архаична. Это очень архаичная власть. Это ее сила и это ее слабость. Это ее сила, потому что это помогает воздействовать на старшее поколение. Но это ее слабость, потому что это не позволяет воспринимать продукты развития и как-то пользоваться ими. Она им не верит. Власть не верит интернету, не любит интернет. Интернет — это от Лукава, это от ЦРУ. Вам не кажется, что это конкретная психология одного конкретного человека? Потому что, если мы посмотрим на того же Дональда Трампа, которому, в общем, лет столько же... Да побольше даже. Да даже побольше. То есть там сформировался немножко другой образ. Нет, когда я говорю о поколениях, я беру, конечно, российские поколения, несомненно. Дональд Трамп — человек очень похожий, кстати, на Путина, но он все-таки такой относительный аналог, но американский. И конкурентная среда. И большое количество сторонников, помощников, которые говорили, жарить надо в интернете, а не по классическому телевидению. Конечно. У него большая семья, которые все что-то ходят, показывают. Дочь, зять молодой. Путина же один. Один. Ну и окружение такое, тот же возраст, тысячесиловики, определенное мировоззрение, сумасшедшая косность. Ментальность. То есть все новое воспринимается как враждебное. Не как потенциальная подмога, подспорья, а как враждебное. Все новое враждебное. Это очень, конечно, подрезает возможности политического соревнования с молодыми оппонентами. Теперь два очень важных вопроса, Николай Карлович. Первый касается совсем молодого поколения. Вы все-таки сейчас говорили больше о студентах, условно говоря, людей от 18 до 30 лет, которые вольны сами принимать решения, анализировать ситуацию, что им делать. Окей, это полноценное. Нет, я упомянул школьников. Я сказал, что с родителями. Школьники. Видите, какая ситуация со школьниками и весь этот сыр-бор, который происходит в родительских чатах, принуждение, чтобы оставались дома, отчислим из школы, будут убивать. Каждая школа там придумывает по-своему. Каждая рано. Это ужасно. Причем это совершенно контрпродуктивно. Потому что устраивать экзамены, скажем, я слышал то, что вы говорили, устраивать информацию, устраивать экзамены в вузах или в школах с запретом на переэкзаменовку именно в этот день. Загонять всех в школу. Ну, это, понимаете, вот эти казарменные упражнения просто по Казьме Пруткову. Ну, это контрпродуктивно все. Пусть они, я повторяю, пусть они завтра не пойдут. Ну, что у них в голове останется? Ненависть ко всему этому. К этому казенщине, к этой официальной. Второй вопрос принципиально важный, на мой взгляд, и это повод, конечно, это дискуссионная история, потому что говорим о будущем. Эрозия будет стремительной или ее не будет вообще? Эрозия чего? Эрозия системы. Эрозия всей системы режима. Как не будет? Куда же денется? Не может такой архаичный режим существовать вечно. Во-первых, он абсолютно персонифицирован. Он связан лично с одним человеком. Поэтому это уже, значит, означает определенную естественную биологическую конечность режима. А во-вторых, конечно, конечно, он развалится. Я думаю, что это произойдет в какой-то момент, мы не знаем в какой, но произойдет это быстро. Так я поэтому и спросил, что сильно ли ускорило эту эрозию? Я думаю, что ускорило, конечно. Конечно, ускорило. Здесь ставить, ставить какие-то хронологические рамки невозможно. Может быть, все что угодно. Видите, как сидит, 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 сидит Лукашенко. Сидит, сидит Мадуро в Венесуэле. Это может продолжаться долго. Но в каком качестве они сидят? В каком качестве они сидят? Нелюбимые. Но, к слову, о Венесуэле и Белоруссии и о сильном закручивании гаек, в том числе и средствам массовой информации. Вот наша слушательница или слушатель пишет, какая же тяжелая работа предстоит журналистам 23 января. И это ведь правда, потому что подкрутили ресурсы в интернете, которым сказали, не сказали, неважно, но ресурсы не говорят и не пишут вообще о происходящем. То есть, есть несколько точек средств массовой информации, которые вот освещают. Наверняка на Первом канале ничего не будет 23 числа. Думаю, что нет. А если и будет, то что-то вечером. На счет журналистов вообще сейчас просто законы приняты такие, которые вступили или вступают в силу, которые очень сильно ограничиваются вообще возможности журналистов доводить правду до населения. И получается, что эрозия власти, она идет параллельно с очень сильным закручиванием гаек и цинкур. Конечно. Именно так. Она в этом и заключается. Это само содержание, само мясо вот этой эрозии власти. Закручивание гаек. Эрозия власти это то, что она бешено, истерически закручивает гаек. Но она же саму ускоряет. Это же очевидные вещи, много раз пройдены. Она же саму... Просто берет гаечные ключи и начинает и ворочать, ворочать, ворочать. Но она же саму ускоряет свой конец. Разумеется. Но она не видит других возможностей. Не видит. Я же говорю еще раз. Дикая архаика. Просто древняя Греция. Но есть вторые и третьи уровни номенклатуры. Это люди более молодые, которые перестроят карьеру и которые уже начинают, может быть, держать нос-то по ветру. Потом-то переобуться всегда можно успеть. Нет, разумеется, потому что подавляющая часть конечно будет переобуваться при первой возможности. Разумеется. Говорить об идеологической крепости нынешнего режима не приходится. Это не ранний Советский Союз. Это скорее поздний Советский Союз, когда все врали друг другу. Да, да, все на вранье. Одно смешное сообщение пишет Нина. Я своей маме показала фильм. Ей 80. Она на Путина не молится, но и Навальный для нее враг. Она пока посмотрела половину фильма, реакция у нее такая. Почему Навальный с этими данными не идет в прокуратуру? Да. Кстати, кстати, это реакция западного человека. Да, абсолютно. Самое смешное, что это реакция западного человека. А почему же вы с этим в суд не идете, ребята? Да, да, да. Почему, когда вы узнали о сталинских репрессиях, почему, когда люди узнали о сталинских репрессиях, они не пошли в суд? А вот вам не кажется, что, кстати, вы помните замечательную фразу Владимира Владимировича, он большой молодец в этом смысле. Он говорит, ну, не нравится, обращайтесь в суд. Да, конечно. Ну, вот после того, как раз произошел вот это заседание, так сказать, над Навальным, даже моя мама, которая, скорее, негативно относится к Алексею Анатольевичу, ну, в силу там вот тех причин, к нему очень много относится негативно. Да, с опаской, что там тоже там и все равно его будут использовать западные люди, а потом он еще и радикален был в свое время и так далее, и так далее, и так далее. Она говорит, ну, это же, ну, как же, это же абсолютно беззаконно, она говорит. Ну, как, это же вот все нарушение всего, но... То есть вот это вот, теперь вот это вот вечная отмазка, а почему обращайтесь в суд, она не очень будет работать у Владимира Владимировича во время публичных, когда он будет задавать какие-то вопросы. Это, кстати, первый изобрел эту штуку, не Владимир Владимирович, а изобрел Юрий Михайлович Лужков, который, контролируя абсолютно московские суды, не проиграв из тысяч дел ни одного, он говорил все время обращайтесь в суд, у вас есть ко мне претензии в суд. Да. Третий вопрос. И абсолютно истерическая реакция Государственной Думы, ну, особенно там выступление Жириновского, я даже не буду цитировать, по белорусской кальке, он кричал, значит, с трибуны, что все, кто поддерживает Алексея Навального, это проститутки, наркоманы, турияции, Самое смешное, ну, и их дети. Самое смешное здесь в том, что это как у Булгакова, это сеанс саморазоблачения, потому что, потому что они, они же оппозиция, казалось бы, если они оппозиция, разоблачают главу государства, ну, давайте, дуйте до горы. Конечно, ваш шанс, ветер ваших прусандует, нет, испугались, то есть они себя ведут не как оппозиционеры, а как придворные. Мы здесь там сидим, это нас, нам угроза, там просто слушать было. Очень смешно, конечно. Да, значит, что еще, ну, про реакцию президента, господи, пресекретаря Пескова говорить, наверное, не приходится, здесь все понятно, значит, что он называл чушью и компиляцией, по его словам, дворец не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, а сама тема в брошенных годах три или четыре, на самом деле с десятого года. хорошо бы сказать, кому этот дворец имеет отношение. Вот теперь хорошо бы после этого, прекрасно, сказать, кому этот дворец имеет отношение. Он чейный. Он чейный. Но при этом, должен сказать, что пресс-секретарь тонко подловил, тонко подловил мастеровитого компилятора Навального. И следующий, там бассейн в некоем дворце, вписывает цикадр Путина, который плавает в Енисей. Кадры, когда Путин плавал в Енисей, обошли весь мир. Это такая сухая констатация. В этом бассейне он еще не плавал. Но реакция государства на происходящее, она, вот кто-то писал, что печалит. Но ведь правда, государство даже не считает нужным ничего пояснить. Ну хорошо, это, как там говорят, общественный санаторий для правительства. Но хорошо... Дом пионеров. Дворец пионеров. Вот давайте мы вам покажем документ, что это дворец пионеров. Покажите пионеров тогда в этом дворце. Покажите их. Но власть не заморачивается. Нет. Я скажу это слово. Вообще не заморачивается. Я еще раз говорю, власть себя ведет как жена Цезаря, не будучи при этом никакой женой Цезаря. Поколению Виктора что делать посоветуйте? То есть, условно говоря, там от 35 до 45. Ну что же я могу... Что достаточно активных, но уже кому есть, что терять. Что же советовать взрослым людям, друзья мои? Что же советовать взрослым людям? Думайте своей головой. Татьяна Калуга подтверждает, моим родителям нет 50, я отправил ссылку на фильм, но они даже слушать ничего не хотят. Полное отрицание. Извините. Я говорю, денаизм. Вот как раз, да. Еще одна хорошая шутка. Почему вы не идете с этим в суд? Потому что суд сам придет ко мне. Гениально. Да, это правильно. После рекламы продолжим. Это красиво. Итоги недели с Николаем Сванидзе. Ну что, Николай Карлович, я предлагаю, значит, тогда коротко ваш прогноз, насколько массовыми завтра будет поддержка Навального? Или все-таки не очень массовой? Мой прогноз, что она не будет очень массовой, потому что зима, потому что ковид. Вот. Поэтому я думаю, что завтра реакция власти будет жесткой. Поэтому я думаю, что завтра все мероприятие ключевым не станет в этом сюжете. А летом? А вот это другое дело. Когда пандемическая вся эта, значит, боязнь закончится или относительно ослабеет, потеплеет, тогда все вырезет наружу. Я думаю. Это мой прогноз. Как бы сказали, гениальнее вот эта вот история Ресиновская. А? Ресиновская. Ну, я не могу запрещать. А, ну, мы поменяем слова. Ну, когда весна начнется, все увидят, где вылезает дерьмо. Да-да-да. Когда придет весна, вот и увидим, кто где нагадил. Да-да-да-да. Понятно. Хорошо. Ладно, давайте последняя тема. Буквально три минуты. На самом деле, до мира-то основная тема. Это все-таки приход в власти нового президента в Соединенных Штатах. Да. Инаугурация Байдена, 46-го президента США, принял присягу на Библии, который принадлежал его семье 127 лет, и через два часа после вступления на должность отменил наиболее одиозные указы Трампа. Так он в части отменил выход США из Всемирной Организации Здравоохранения, подписал документы о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение по Клинуту, остановил строительство стены на границе с Мексикой, принял запрет на вез страну граждан заряды мусульманских и африканских стран и отозвал разрешение на строительство части нефтепровода Кейстоун-Иксел из Канады в США, забновленная Трампом вопреки критике экологов. Все возвращается на круги своя, дорогие друзья. Значит, заканчивается романтическая история наша с Трампом. Просто роман был какой-то в стихах. Конфетно-букетный период закончен. Совершенно конфетно-букетный период с Трампом заканчивается и начинается более такой эротичный период уже с Байдом. Да просто порно. Я бы сказал, да. Жесткая. Подождите, а может это будет нейтральная эротика? Да я думаю, что там с игрушками. Я думаю, что уже держит в руке зелдачок-то. 18 плюс точно. Это точно значит. Ну уж это заявление-то просвучали уже. Конечно, конечно. Конечно, он будет делать снова акцентировать общение с НАТО и финансовое внимание в НАТО. Активизирует эту составляющую. Активизирует отношения с Европой. Активизирует антикитайские. У Трампа были сильны. Антироссийские составляющие своей политики. То есть это будет такая уже более осознанно, идеологичная, гораздо более глобалистская, чем у Трампа, потому что Трамп антиглобалист. Да. То есть это будет возвращение Америки на позиции лидера западного мира. Вот я бы так сказал. Со всеми вытекающими. А с Китаем подзамеряться будут? Нет, нет, нет. Замеряться не будут. Но я думаю, что Китай считают стратегическим соперником, а Россию тактическим, но более в данный момент острым. Более в данный момент острым. Конечно, Китай считают все-таки противником 21 века, а Россия такой протуберальниц из 20-го. Тем не менее, такой протуберальниц очень активный, агрессивный. Да. И спуску давать не будут. Не случайно, что появилось заявление Газпрома о том, что все-таки Северный поток-2, например, может быть и не достроен, хотя осталось построить 2% по-моему. Северный поток, я думаю, йог. Поток йог. Сколько же зарыто там? Ну, сколько не зарыто все йог. Дальше, Навального тоже используют, естественно. Навального будут использовать, разумеется. Да. Навального будут использовать, разумеется. И Навальный будет использовать их. Но это политика, друзья. Это не потому, что он их агент. Ленин не был агентом германского генштаба, но они использовали друг друга очень успешно. Вообще, здесь параллели, конечно, очень серьезные с Лениным. Да-да-да. Исторические. Симпатии у Байдена с Путиным нет взаимной, как у Трампа с ним, с Путиным были. Поэтому здесь все будет достаточно холодно, жестко и сухо. То есть, аквадискотеки не будет? Нет, танцев не будет. Ребята, кармашек-то открывайте свой. Кто оплачивает, то будет всю дискотеку. Да, Николай Ковченко? Да. Я обращаюсь к нашим слушателям замечательным. Не важно, вы за нормального, против, или вообще вы там либертарианец. Денежки подготовьте. При этом, при этом, конечно, фантазии наших политологов официальных на то, что сейчас Америка движется к развалу, к диктатуре, там, это все... Думаю, что это смешно даже. Абсолютно смешно. Все-таки мы взрослые. Абсолютно смешно. Доброе утро, я говорю Никиту Небылицку, вот он же сидит в своей потрясающей мастерской, пьет кофе, машет на руку. И машет рукой? Никита, здравствуйте, приятного аппетита. Да-да-да. Здрасте. Вот, наконец-то ему удалось поговорить с Николаем Калычем. Николай Калыч, но недолго. Николай Калыч, спасибо огромное, до следующей пятницы. Есть, всем здоровья. Завтра на связи. Да, Завтра обязательно на связи, да. С 13.30 мы с Гордеевой здесь под середины дождем в режиме прямого эфира, следим за тем, что происходит в городах вещания. Всем здоровья, большого личного счастья, дорогие друзья. Есть.